Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шахадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Таджикистан собирается нынешней осенью утвердить национальную концепцию борьбы с насильственным экстремизмом до 2020 года. В основе документа, как предполагается, будут четыре положения, рассказывает Галим Фасхудинов. Уже известно, что национальная стратегия по борьбе с насильственным экстремизмом будет рассчитана на четыре года. В проект документа авторы решили заложить четыре положения. Первый пункт предполагает информационную работу в молодежной среде. Второй – борьбу с экстремизмом в информационном пространстве и, в частности, в интернете. Третье решение – это предупреждение экстремизма в исправительных учреждениях. И, наконец, четвертое условие – противодействие распространению экстремистских идей среди женщин. Таким образом, в Таджикистане предполагают сделать упор на профилактику экстремизма. И это логично, говорит директор Центра исследований Афганистана и Центральной Азии политолог Касымшо Искандаров. Национальная стратегия пока готовится, работают различные эксперты, специалисты. Приятно услышать то, что все говорят о предотвращении насильственного экстремизма. Лучше предотвратить, чем потом тратить силы, ресурсы на предотвращение конфликтов. Эксперты говорят, что национальная стратегия станет ответом на активизацию в Таджикистане эмиссаров запрещенных, в стране организации и в первую очередь ДАИШ. В республике всерьез встревожены масштабами вербовки молодых людей в ряды исламских радикалов. В результате таких действий за последние три года, по данным МВД, более 500 граждан оказались в зоне боевых действий в Афганистане и Сирии. Около 150 из них погибли. В самой республике, по информации силовиков, были предотвращены несколько попыток терактов, рассказывает эксперт по проблемам безопасности, руководитель Центра исследований регионов Мира Азиз Рахманов. Замечены случаи не только участия наших в Сирии, но и даже в Йемене. Как получилось так, это, конечно, уже отдельный разговор. Мне кажется, что многие из них были вовлечены в эти ряды неосознанно. 10-15% примерно, они осознанно пошли. Учитывая такое религиозное убеждение, может быть, идеологическое убеждение, но в основном все люди, которые принимают участие, неосознанно начали возвращаться. Первые попытки профилактики насильственного экстремизма и терроризма Таджикистан предпринял год назад. Тогда, по инициативе МВД, в стране были организованы агит отряды целевой группой. Их работы стали молодые люди. Вот что говорит директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Худеберды Халик Назар. Безработная молодежь и люди, которые вернулись домой, потеряв работу в России или были депортированы на родину, становятся легкой добычей зарубежных эмиссаров. Чтобы эти люди не попали под влияние экстремистов, мы создали агит-группы. Они действуют сейчас во всех уголках республики. Члены агит-групп не читают лекции, а стараются предложить молодежи качественный интеллектуальный продукт. Волонтеры раздают книги об опасности экстремизма, показывают видеоролики. Задача – объяснить жителям, чем может обернуться попадание людей в сети экстремистских эмиссаров, говорит Худеберды Халик Назар. Они объясняют, что люди, присоединившиеся к ИГИЛ, становятся на путь предательства родины и наносят удар по своему государству. Ведь цель этой террористической организации – ликвидация национальных государств. Как отмечают аналитики, профилактика насильственного экстремизма и карательные меры не дадут ожидаемого эффекта, если не взяться за причину, которая толкает молодых людей в ряды радикалов. И причина – это бедность. По оценкам экспертов, именно безработица и материальные проблемы зачастую становятся главными факторами попадания людей в сети вербовщиков в новой национальной стратегии борьбы с экстремизмом. На экономический фактор решили обратить особое внимание, рассказала заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Фарида Муминова. Механизм, который упреждает вовлеченность молодежи в экстремистские организации – это доступ к рабочим местам и должный, очень качественный рост человеческого капитала именно среди молодежи. Фокус внимания сделан именно на молодежь. За последние два года, по официальным данным, по обвинению в экстремизме, в Таджикистане были задержаны более ста человек. Список при этом едва ли не каждый месяц расширяется. Помогут ли профилактические решения смягчить или снизить уровень проблемы, можно будет сказать только после подведения хотя бы промежуточных результатов действия новой стратегии страны по борьбе с насильственным экстремизмом. Репортаж подготовил Галим Фасхудинов из Душамбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахада Ацииб Назарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова